добрый вечер дорогие друзья я как раз та самая елена александровна савинич который валерий константинович так любезно устроил такой такую мощную пиар-компанию ну и мне бы хотелось с вами познакомиться немного о себе рассказать о своей поездке я не так давно вернулась из мичуринска из всероссийского центра садоводства а даже не всероссийского мирового центра садоводства то есть из самой-самой колыбели мичуринской науки и кое-что я вам сейчас покажу а потом более развернутый фильм мы сделаем отдельно для того чтобы показать как себя чувствует наука там чем мы ее смогли удивить почему сибиряки смогли скажем так утереть нос знаменитым садоводом что их удивило о том что многие европейские садоводы ничего не слыхивали о том что в красноярском крае есть садоводство да еще и такое о том что у нас есть абрикосы персики яблоки и виноград и другие культуры это всем было удивительно они думали что у нас растет исключительно только кедровая шишка и все ну и может быть какие-то мелкие ранетки но скажем так мы себе не посрамили нам было что показать и было чем удивить так что самой мне неловко начинать повествование поэтому я переключусь немного к валерию константинович и может быть он мне будет задавать вопросы а я на них отвечать и параллельно с этим будем показывать фотографии фотографии хотела вам показать черешню которую я смогла обнаружить в ботаническом саду и о том что черешня не может вырасти большим деревом всегда говорили что у нас она низкорослая однако вот она в середине июня была вот такая достаточно крупные плоды достаточно рясная явно листья черешневые правда немножко повреждены и манилиозом и очень они страдают от того что вредители на них нападают но вот дерево вот такое высоты наверное с трехэтажное здание я вижу что это сеянец да похоже на то плоды мелкие но зато зато живая вот такая огромная даже для этих краев это даже до этих краев это тамбургская область это феномен я не думаю что там много таких я такой это единичный экземпляр только на украине виду такой вот к сожалению боднера фамилию никто из тамошних светил науки даже тех кто занимается косточковыми культурами даже в отделе те которые работают исключительно занимаются косточками и вишнями и черешнями к сожалению они такую фамилию даже ни разу не слыхали о том что у нас в сибири есть сад черешневый не то что не слышали они даже с трудом это могут уместить в голове все записали эту фамилию написали как она правильно пишется сказали что обязательно найдут и решили что мы теперь установим такой творческий союз скажем так чтобы мы могли обмениваться там саженцами фотографиями или информации какой-то и решили что будет у нас и дальнейшее общение очень сильно им было удивительно что первые свои деревья боднар получил именно из азиатских черешин которые были куплены на рынке посеял потом методом отбора выбирал и получил такие прекрасные экземпляры теперь они знают что у нас есть такой сад и что такой человек у нас есть маленькая реплика пока они не знали он пилил 15 метровую черешню которая занимала половину четырехсоточного участка вот я еще когда она была жива я уже фильмов много но я говорю наша беда в том и наши те кто сейчас с нами вот я говорю умоляю есть такой закон это геометрическая прогрессия вот вы троим выстрали и попросили высадить еще троим вот эти фильмы обойдут всю планету а так получилось что он спилил черешню на которой должна висеть бирка что если он собственным черешнем боднар спилит ему десять лет сидеть вот так должно быть назначается охранником этой черешни такие вещи это ну вот как учат пытается возродить мамонта а он спилил лучшее дерево в сибири я таких вещей тоже в этом году десяток спилил они тоже про не знают на это не хотят вот тоже в отчаянии это делал но то что вы сказали что они не слышали про боднара смотрите боднар нас пригласили на съезд садоводов в россии и всего снг селябинский проходил организовал тот самый сергеев который великий организатор которого я показывал плоды это рухнувшее дерево что дальше он выступал он привез туда как он поднять смог огромный этот самый рюкзак с серенками метровыми небольшой огромный его подарок приволок все-таки он выступил с трибуны он привез это подарил вот он выступил с трибуны ему аплодировали его по результатам выбрали президиум съезда садовода в россии и вот тот самый случай что центре садовода в россии кто-то наверняка там был вот может уже и был доволен дело в том что наука в таком загоне в общем получилось так что это один из примеров ярких что мы теряем таланты ему 77 где-то мы теряем талант вы знаете как он мне вернул это помните я говорил петр великий привожу с украины черенки с плоды до 150 грамм банку не влазит там на украине привил все растил растил там долгая история по двое влияет так что мельчает какой-то плач вот или мерзнуть я ему даю он вырастил прошлом году и ходим по его саду и так ну сколько через три сорта какие-то вот это и петр великий как петр великий что плодносит да плоды показывает мне по это кулак вот такой вот и говорит вот такие плоды черенок вернулся мы вернули привели прекрасно растет вот еще мне надо лет пять теперь прожить вот это вот так мы и живем в своем кругу ладно это пример я теперь дальше я жду потому что один из примеров вот на этом дереве тоже такая табличка должна их мало и даже на украине сейчас мало я на таком дереве вырос непривитым дикой черешни вкусную черную мелко посмотрим все все а больше фотографий нет это что касается черешин вот такой абрикос там не встретился и и хотелось сказать о том что валерий константинович проповедует отказ от спиливаний от укорачивания веток от формировки кроны к сожалению там европейской россии формировка на первом месте вот такой абрикос мне встретился достаточно крупное дерево в человеческий рост но но она все вот если здесь видите очень 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 много отрезанных веточек каждая веточка правда они закрывают срезы не оставляют их не замазанными не заделанными все срезы покрывают обычной масляной краской не знаю почему здесь вот такое кривое ствол и почему он вот именно так пошел вот они видите все закрыты залечены даже маленькие ранки залечены но опять же плоды не феноменальные для нашего взгляда не удивительные мы такие видели у нас такие частенько встречаются мы их называем даже очень заурядными но для них это редкость и вообще в центральной россии косточковые культуры очень мало распространенные то есть там конечно королева сада это яблоня и все все садоводство скажем так заточена именно на яблоню на формировку яблони на орошение на питомниководство именно яблони ну как и во всей центральной россии абрикос косточковые культуры достаточно мало распространенные а наши исконные культуры как то смородина рябина ирга жимолость облепиха тем более считаются у них редкими культурами даже экзотическими если они меня повели в свой питомник где целый отдел занимается редкими культурами и они удивлялись почему я так походя мимо них прохожу но жимолость у нас скажем так в любом огороде растет смородины тоже никого не удивишь не красный а ирга вообще скажем так засоритель в садах и особо никто не бережет не возделывает там никак не культивирует но растет и растет есть и есть для них это удивление облепиха это вообще редкость они прямо сохраняют ее и берегут я про облепиха два слова у нас между абаканом и санглешком я знаю трассы растут нет ни тысячи не десятки тысяч плодосящих облепих она была внедрена у нас искусственно то есть колхоз который там новороссийский посеял и вырастил огромное количество деревьев собираясь получать плоды масло пошла мода на масло как на антираковое средство вот вырастить не смогли все замечало сад погиб но семена распространились на десятки козер вокруг сейчас той облепиха которой они занимаются плодносящие то есть женских кустовок достаточно плодносящие все забито и можно собирать тоннами только никому это в голову не приходит вот короткая леплика пока там невозможно не работает на сверх крупной облепиха садовой ну конечно и чтобы она была не ошибленная и крупные плоды чтобы сухой отрыв был и ягодки крупного размера но такого как у нас чтобы вдоль дороги оранжевые кусты и не не было даже листиков видно они я думаю вы удивились этому но надо будет это специально сфотографировать и отправить сейчас ехать как мне объясняли у них нет денег даже на элементарную поездку на командировку да к сожалению это так на пользу на плоскат нет ничего да поэтому многие сотрудники кого мы приглашали с кем мы познакомились и кто очень удивился они сказали мы теперь поездку к вам будем планировать мы на нее будем откладывать и может быть на следующий год мы приедем и вот тогда посмотрим то есть так просто собраться и поехать это затруднительно к сожалению зарплаты у научных сотрудников не позволяют этого сделать но я думаю что раз мы творческий союз установили мы как-нибудь это дело сможем и им помочь и они нам чем-то помогут мы их с удовольствием встретим и приветим и все покажем и расскажем все это так но результат будет нулевой единственный выход я говорю громко хотя вряд не дойдет это до руководителя науки вот единственный выход это когда человека который уже на выходе как специалист нужно брать институт вместе с его с вашими наработками вместе с этими сортообразцами с вашими моими вас я уже ладно брать сразу на должность и умолять просить сотрудничать передать полную свободу чтобы вы именно здесь ваш участок назвать филиалом института вот это только это может а так так закончится вот они но я думаю можно это обсуждать толку я говорю я сам не верю или вас берут штат а вы используете свои возможности ваши возможности это это знакомство с садовым миром но это как если вы те кто выпускает запорожцы вдруг своего представителя отправили туда где делают машины чтобы хоть что-то путь не изобразить ладно тема грустная давайте еще что-нибудь интересное я это видеть не могу как увечили так увечивают все то же дерево уроды вот они такие кривоногие у них выпрямить то можно было можно было но ведь никто этим не занимался ну вот например нижняя ветка сухая но я еще не обрезали стригли она начала усыпать она сразу скажу тот кто считает что сухая ветка губы дерево абсолютно неправ это сложившая обязательно отрезать еще за под лицо чтобы туда вот через эту рану грибы мороз нет уже я не трогая для дерева пользы больше это один из моих будущих постулатов книги этого не жаль кстати книги нет значит будет книга так вот нетронутая ветка сухая безопаснее дерево чем тарана страшная когда ее отрезать вот я уверен что самому учатся тут же согласись она мешает кого нет нет может выйти ведь это сухой ветка еще лет стоите если его дальше николич но вот обратите внимание здесь везде обрезанный ветка вот 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 обрезаны там 2 вторым ярусом уже усохшие ветки то есть чем больше они их отрезают тем больше новых засыхающих веток вот они все сзади все уже сухие они только не понимают этого что дерево колечит вот не знаете все но есть ведь наука которая уже устоялась сложилась поэтому вот так все и работают я думаю что мы для этого и работаем чтобы что-то новое привнести раз мы им своим примером показываем что можно по-другому я думаю что вот наша альтернативная агротехнология может быть кому-то она все-таки будет известна кто-то ее услышит я надеюсь что как раз в академических кругах когда вы это увидите в академии раньше бесполезно ну будем пробовать пока еще есть порох пороховницы будем пробовать вот все срезано на кольцо вот одна веточка осталось а эти срезаны запад лицо здесь немного затянулась вот эти все срезаны на кольцо тем не менее они уже сухие вот здесь сухая ветка это называется летние зеленые операции это прямо есть такой термин зеленые операции в течение вегетационного сезона подстригать но правда вот хороший экземпляр здесь достаточно и плодов и они достаточно крупные но это опять же единичный экземпляр вот нашлась даже это такой прививка вот такую же как мы делали но посмотрим как за нашей то мы сможем наблюдать а вот это одна явно уже погибшая а вторая еще делу не обязательно там . может она проснется еще вот такого размера плодики но нормальные средние так ну вот все что касается абрикосов а теперь если хотите посмотреть про яблоню вот яблонь очень много и вообще в центральной россии садов очень много если у нас в сибири садоводство преимущественно любительская преимущественно сосредоточена в садах но наличных приусадебных участков то в центральной россии сады промышленные едешь по трассе сады яблони все очень технологично построено все очень здорово сделано сады вот такие шпалерные с капельным поливом то есть под каждую яблоньку постоянно капает или просто вода или питательный раствор бетонные столбики деревья привязаны для того чтобы они были более устойчивые так как все время подается питательный раствор корневая система у деревьев не развивается она поверхностная и привязывать нужно дерево только лишь для того чтобы ветер не повалил такие деревья привязывают в пяти местах и в течение всего сезона формируют крону здесь крона веретиновидная вот так выглядит получается что зеленые операции в течение всего сезона проводятся так вопрос не спрашивали у специалистов долго ничего продержаться в сибири яблоны расходы практически уничтожены вот этой неизвестной болезни у них этой болезни не так много то есть она для них не ну а на к скажем так знакомая но у них вредители другие и болезни другие и борьба с другим скажем так то есть у них есть черный рак но в основном деревья гибнут от другого от вредителей засилья и от парши то есть самый главный враг для яблони там это парша в том-то и дело что парша развивается там где тесно там где влажно и там где деревья раненые а здесь деревья ослабленные они сами говорят что наши деревья это полностью искусственники вот допустим отключат свет в хозяйстве не будет поступать питательный раствор деревья сами уже не смогут выжить то есть необходим полив необходимо формировка а так как это я супер интенсивные сады есть схемы посадки от полутора метров до трех метров между растениями и расстояние между рядами 3-5 метров то есть большая скучность очень тесно от этого все время в так как все время влажно нет не продувается крона извините от этого и парша поэтому нужно все время обрабатывать в течение вегетационного сезона проводят до 15 обработок химическими средствами то есть 15 химобработок обязательно и между ними еще обрабатывают биологическими препаратами но все просчитано все исключительно технологично жизнь таких деревьев очень короткая от момента закладки до момента раскорчевки проходит 15 лет посадили дерево в течение 15 лет выжили из него все соки она отдала все что могло отдать и все это территория под раскорчевку идет такие деревья как у нас 30 летний 50-летний или как у нас в красноярске в саду крутовского есть деревья которые еще сам крутовский садил которым более ста лет и который до сих пор прекрасно плодоносят таких к сожалению нет только лишь потому что это промышленное садоводство а в промышленном садоводстве самое главное это экономическая выгода но еще посмотрим так земляника таким же образом выращивается все или садится под полотно или просто на землю обязательно капельный полив для закрывают полотном для того чтобы не бороться с сорняками ягода была чистая поливать не нужно убирать легко хорошо а вот колоно видный сад яблоньки колоно видный но они формируются не в один ствол самостоятельно а в 23 стволика а потом все-таки обрезкой держится вот в таком виде вот этому саду всего три года от момента посадки на нем плодов еще никаких не было так что показать вам сад с плодами мне не удалось то есть пока я не обнаружила колоно видные яблони на которых вы были яблоки вот интересно тут американская система часть почвы перекапывается часть задержанная обратите внимание они все-таки штампы на задержанной зоне этого хороший большой плюс в порядке не вижу так вот это они называют иммунный сад здесь они собрали сорта которые иммунные к парше то есть здесь нет полива здесь есть полив как называется форсунками то есть орошение не капельное а как обычное дождевание но включают его редко по этим дорогам провозят раскладывают шланги в самые засушливые времена только используют на это у них экспериментальный сад вот он называется иммунный он устойчивый к заболеваниям и к вредителям и к тому чтобы отказаться от вечного полива посмотрим они не так давно ему его заложили ему всего пять лет но это отдельная прямо целое отделение в научном центре они вот такую технологию начали разрабатывать это что я им стала рассказывать что мы стараемся не поливать от этого у нас корневая система глубокая стержневые корни есть но и поверхностные корни им это все удивительно потому что мы у нас же семенной подвой но семенной подвой с сибирской ранетки мелкой ягодной а у них все подвои это карлики все карлики у них два самых известных подвоя которые на всю европу распространились у них есть два номера эти номера для нас сибиряков ничего не говорят но для европейской россии известны один совсем карлик как они называют супер карлик другой полу карлик но для нас скажем так для нашего ухо сибирского это не ни о чем не говорящие название вот так выглядит у них питомник в питомнике они все также прививают на эти подвой и формируют и размножают даже зелеными черенками яблоню у них есть такая система называется косичка слышали протокол про охоренение до заплетают прищипывают их пора дана не он сразу получают а потом сразу получаются уже и корни и крона вот сад редких культур живолость это сад редких культур нет у нас культурная живолость тоже редкость это не лесная как говорить нет есть ягоды я вижу вот она ничем у меня допустим живолость сахалина и от доктора наук из новосибирска кисло-сладкая в меру жидкая супер рожай никогда не бывает кушать можно и это ее предел биологический генетический чтобы там они не делали это так бумаги писать все что я сейчас увидел если бы она была размером побольше с сахаром побольше где она такая дичает быстро кстати то что сегодня вы собирали только цвет другой только цвет другой крыжовник очень редкая культура для евро собрались с одного куста ну где-то так литров 7 точно вот так выглядит их питомник вот они есть краснолистная форма есть зеленолистная их садят по переменке по очереди чтобы можно было отличать вот они все вот это одного года питомник первое поле питомника смотреть грузко если это еще по двое то ладно скорее все это по двое или уже привитые это уже привитые вот места прививки для вас для всех сибиряков и для дороги ради бога не ошмыгивайте в эти листья а вот это сделано принудительно то есть примерно 5-6 почек а шмыгивают специально делают штамбик и все и вот они все такие все вот это и самое страшное вообще современной технологии берется боковая почка с боковой ветки вот они если сейчас получится разве может так почему они этого не понимают вот они все прививают почкой все прививают но оставили в покое ладо уже почкой и там теплее может и не замерзнуть я понять не могу зачем штамбы делают уже не должно быть штамбы это ветка выпрямленная вот она капельное орошение не удалось найти сад из микро клонированных пока нет но мне сказали что он существует в следующий свой премест я его точно найду годом не год за годом идет мне никто не может показать ни одного дерева хотя бы 5 8 10 лет которые те пусть яблоки ладно хотя с плодами пусть мелкие на хоть какие-то плоды все заработали на этим где ну значит на данной искать где тоже они есть наверное вот абрикосовый задумывал но молодой это слива неизвестно а абрикосовый вот они тоже штамбы да вот вот это допустим посинят штамбы да совсем другая вещь нет вот у этого уже лучше смотрится а это чё он делает зеленые операции то есть они обрезают и в питомнике и показывает как можно зеленые черенки укоренить вот показал как срезать рога . и прищипнуть этот побег приколоть его к земле чтобы он потом укоренился на воростки дал корни вот это розовая у нас почти такой же курс да это только моложе вот они свои клоновые подвои высаживают сюда потом пропала вот высадили весной вот сейчас обрабатывают и потом их уже будут высаживать в питомник вот яблони нет это обычные это обычные прививки но все на карлики и супер карлики для того чтобы это было экономически целесообразно чтобы могла проехать техника не надо было тянуться высоко для того чтобы собирать было проще на высоту трактора и движущиеся платформы чтобы люди которые сборщики ехали чтобы им было удобно все настроено на то чтобы получить максимальную прибыль а как собирать с высокого из разлепистого дерева ну хорошо вот вас приняли туда в штат я говорю специально специально здесь с такой вот издевка как это очень важно просто приняли да и вдруг вам говорят а вы сами себе найдите работу в нашем саду отойдите что вы будете микроклонирование колновитки все облеплено правда на второй третий год можно выбрасывать вопрос из вопросов чем бы я занялась вот понимаете в чем дело есть две параллельные линии пересекаются здесь интересно чем заниматься мы с вами сегодня видели два сеянца абрикоса маньчжурского не просто с крупными плодами феноменально крупными плодами один был явно инфицирован а второй же в окружении таких просто он был окружен крупноплодными сортами да вот это допустим направление это можно дикари облагороживать но при этом сохранять их морозостойкость но это в сибири а там знаете что почему там этого нет а я бы туда меня пригласили допустим ну был моложе но уже 50 лет и уже это самое знали меня вот почему то они не знают но в принципе это так вот чтобы я бы делал бы мичуринский то ничего вот этим бы занимался ерундовиц это настоящая ерунда ремонстерта каркадиками что кроликов не заменит коровок отказался вот именно все чудесно получается только себе только сибирь то есть вопросов о том чтобы воспитывать зимостойкость там не стоит их карликовые подвои даже при промораживании в камере самые лучшие результаты показывают это минус 12 градусов стабильно держат но сам морозостойки минус 18 для нас минус 18 скажем так вообще ни о чем у нас никогда не бывает зим теплее чем минус 18 вот минус 38 или 40 это где в красноярском крае допустим даже на юге красноярского края и про почву они же смотрят то только на почве то есть никто либо корни промораживают либо на на поверхности почвы хорошо от этих корней зависит на высоте скромно так ну вот то что растет у них в центральной россии у нас бы точно не смогло выжить точно давайте смотрите еще другого подойдем конца есть семечковая культура есть косточковая и те кто говорит что практически невозможно вот таким вот как мы горячие пирожки клоны делаем с семенцами я с этим практически согласен с семенами вот эти семечковой культуры действительно очень сложно да еще удержи потом если получишь с ненароком клон тут же может и как повез так и сейчас а косточковой если определенные уже практически все знаете да вот это намного интереснее вот вот я их понарепил а попробуй удержи если бы вот кто-то услышал бы наше слово просто специально вслух говорю если кто-то услышал и сказал ёлки-палки ну хоть одного человека это вот посадить на это дело который бы взялся потому что удержать то это такая сложная работа если сейчас еще получается практически я вас перехватил инициативу разговоре почему это очень важно а он шел по теме это и так значит берем растение которое себя опыляет ну так вот казалось бы нет проблем а то есть поколение но деградирует то есть ему обязательно все равно нужен супруг так вот супруг изменит качество на средних атак что потом мама рода не узнать как удержать сделать волосат деградирует из одного сорта нет конечно деградирует со временем а так вы как удержать ну как никак никак не удержишь только прививкой можно сохранить а как ну никак не удержишь то есть это только временный какой-то промежуточная форма будет или можно ну чё смотрите время почти одиннадцать закончим я вот о том что вопрос остался открытый я свою работу сделал я официально заявляю я наплодил вегдагин и клон у которых не бывает природе причем они сами вылазят как эти вот фотографии видели ну да вот она через все вот она лишняя вот он абрикос 100 граммовый вот у другого 80 граммовый говорит будет 100 то есть это все о чем говорит о том что пошли они дальше своей жизни так что теперь-то дальше их можно еще улучшить наверное если райское качество есть предел например в раю были абрикосы до 150 граммов я в руках держал на украине так я на сливу по это самое которая не влазит банку стандартно посмотрите какой-то размер а у меня самая крупная слива были 100 грамм абрикос 110 грамм было 120 примерно неже шло как вернуть крупность тут я знаю ответ на 100 элементов это отдельный разговор как сохранить у меня абрикосы с тех самых деревьев где огромные плоды были у меня в сибири до сих пор 30 40 50 грамм я вам покажу будет заниматься ну да попробовать но а если этим же самым микро клонированием взять почку выделить потом размножить наплодить их растиражировать тысячу штук а потом вспоминать и наш разговор уже общий садим на настройки да именно так мы все будем заниматься да можно начать поймете помощник пойду нет я меня возьмете а да конечно что такое что это вы моя надежда я ничего не доказал никому доказал я и не знаю так вот она не знает считалось как в москве вроде бы знает я бы сказал не просто знает дать чтобы проходили так так обидно но уже знаю что проходили это тоже как цветом какой-нибудь вор законе лимончик вся страна знает понимаете даже это слава я проходили славу а тут приезжайте включить хоть и не сказал я и книги им подарила и показывала фильмы наши и показывала то что у нас есть единственное что ничего в руках не принесла попробовать но в сентябре если я там окажусь я им все покажу конечно они удивились о том что такие самородки есть в сибири никто не знал даже те кто занимаются именно этими культурами к сожалению если будут брать штат даже не задумайтесь потом условия я работаю в сибири самый бы лучший был вариант чтобы сделать свой опытный участок здесь на территории сибири вот это был бы изумительный вариант пока штат не берут и диктовать свои условия рано но надо к этому стремиться на этих словах мы заканчиваем официальную часть да я думаю что пора закончить а в следующий раз мы сделаем более стройное повествование снабдимого фотографиями те которые нужны будет с чем сравнить европейские абрикосы и наши сибирские и тогда вот посмотрим так что я валерию константиновичу передаю слово наверное и уже надо будет переходить к вопросам это может даже вам вопроса задать ну посмотрим так антон валерий все надеюсь вы на связи мы пошли полглаточку чая а и и и Продолжение следует...